Утро от первого, мы на месте. Тринанс заработал, включили до тускового пояса. Изопринято, уезжаем. Сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали мужчину, который подозревается в нанесении побоев молодой девушки. Потерпевшая позвонила на пульт дежурных полицейских, попросив о помощи. Она рассказала, что на железнодорожном вокзале ее ударил по голове незнакомый мужчина. Уже через 10 минут по вызову на место происшествия приехали полицейские и наша съемочная группа. 20-летняя заявительница рассказала, как все произошло. Он пьяный или ненормальный, не знаю. Размахнулся и ударил меня по голове. Перед этим еще и обматерил. Я вообще-то тоже человек. Я даже не поняла. Он стал у меня требовать какие-то деньги. А он вообще посторонний. Я его первый раз вижу. По словам потерпевшей, она шла по улице, когда неожиданно подозреваемый напал на нее и ударил по голове. Сам же задержанный мужчина лет 50 заявил, что у него никогда не поднялась бы рука на девушку, тем более ровесницу своей дочери. Я стоял здесь. Эта девушка была рядом. Потом я ей сказал, здесь не стой. И тихонечко, почти ласково ее подтолкнул за голову. Говорю, не стой здесь, не стой. Уходи-ка отсюда. Это, конечно, земля общая, но я здесь работаю и приношу людям большую пользу. Благодушное настроение задержанного исчезло после того, как приехала мать потерпевшей. Недолго раздумывая, она решила с обидчиком дочери разобраться сама. Всех участников конфликта полицейские отвезли в ближайший опорный пункт полиции. Там потерпевшая написала заявление на обидчика. Сейчас по факту хулиганства расследование ведут следователи Альфа-Арабийского РУВД. Полдень аварию полицейские зарегистрировали на улице Байтурсинова, недалеко от остановки Баян-Сулу. Здесь столкнулось маршрутное такси «Форд» 21 маршрута и «Тойота Камри». Микроавтобус двигался по Байтурсинова от улицы Иляева, двигаясь к желтоксану «Тойота» ехала навстречу. Столкновение произошло, когда Камри пыталась свернуть к зданию типографии, не пропустив въехавший навстречу «Форд». К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но автомашины понесли материальный ущерб. Кто его возместит, сейчас устанавливают дознаватели дорожно-патрульной полиции. 25 мая утром в 7.14 на пульт 101 поступил сигнал о возгорании на улице Сазбукаева. Звонившие жители улицы сообщили, что здесь в одном из частных дворов загорелся сарай площадью 150 квадратных метров. На место возгорания выехали 3 единицы техники и 22 человека из числа личного состава противопожарной службы. В ходе тушения изгоревшего здания пожарные извлекли 25-литровый газовый баллон. К счастью, в огне никто не пострадал. Причины возникновения огня и суммы ущерба устанавливают дознаватели управления ПЧС города Шенкента. Утром первого, мы на месте. Тринадо заработал, включили дату скалу голоса. Не запринято, уезжаем.